Вечером 1 июня в одном из дворов по проспекту Ленинского комсомола было шумно. Здесь для местных жителей провели праздничную программу по случаю Дня защиты детей. Организатором мероприятия выступил председатель торгово-промышленной палаты и муниципальный депутат Владислав Рымша. День защиты детей. И мы сегодня решили во дворе домов по улице полка 772 провести такое замечательное мероприятие с участием МБУ, с участием клоуна Алекса, для того, чтобы порадовать наших детишек с этим замечательным праздником. Главных героев праздника развлекал клоун Алекс. Вместе с ним ребята танцевали, рисовали на асфальте, участвовали в веселых стартах и викторинах. Перед собравшимися выступили местные артисты, а также все желающие могли принять участие в мастер-классах. Клуб исторического фехтования «Цитадель» представил на своей площадке выставку старинного оружия. Здесь представлены образцы вооружения, макеты вооружения от раннесредневековых образцов, так называемых каролингов, вплоть до шашек образца 20 века. Рядом воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» приглашали поучаствовать в поисках спрятанного предмета с помощью металлоискателя. «Начало надо человеку объяснить, как идти, потому что некоторые просто берут и водят прямо у земли. Надо секторами ходить, это когда ты ищешь в одном месте, потом в другом». Те, кому больше по душе рукоделия, тоже смогли найти себе занятия. Например, за столом студии иностранных языков. «Мы с ребятами делаем «Дерево мира» на английском языке, чтобы они поняли, что это не так сложно и можно понять другого человека. Даже выучив несколько слов, пытаемся, чтобы они начали коммуникацию». Пока дети играли и развлекались, взрослые благодарили организаторов мероприятия. «Очень весело, интересно. Все очень хорошо, молодцы. Почаще таких организовывать. Детям весело, нравится». «Очень хороший подход к детям, я считаю. Самое главное, тем более такой праздник сегодня. Поэтому спасибо большое за такой праздник». По завершении праздника детям подарили воздушные шары. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.